Девушки отдыхают Это история об искусственном интеллекте, который превзошел своих создателей Это история покорения Америки Первое впечатление, когда мы сели в Америку, было такое Очень много света Это история невероятного успеха Харт-рак 2 вошел в числа 100 лучших игр 21-го столетия Это история дальнобойщиков Девушки отдыхают Сама история началась, наверное, с того, что мы совместно с южнокорейской компанией Дарим Мы разрабатывали тренажер для автолюбителя Тренажер, где человек может научиться ездить на машине Ни разу не выезжая на страшную дорогу Поэтому уже какие-то наработки, особенно по динамике, по поведению самой машины у нас уже были И в этот момент к нам обратилась компания «Бука» с предложением на наш выбор сделать либо игру про гонки на скутерах, которых в данный момент еще на рынке не было Либо гонки на грузовиках, которых тоже в данный момент на рынке не было Мы подумали, что скутера, мы, наверное, так сходу и специфику мы не знаем Водные тренажеры мы практически не делали Мы решили, давайте попробуем сделать на грузовиках гонку Хорошенько подумав, разработчики решили, что просто гонки на грузовиках не особо интересны И сделали настоящий симулятор дальнобойщика Игроку необходимо было не только передвигаться, виртуозно управляя многотонной махиной из одного пункта в другой Но и перевозить грузы, зарабатывая на этих перевозках деньги Там было несколько трасс, преодолевать их можно было в одном направлении Но зато можно было не в меню ходить и выбирать груз А можно было подъехать и сказать, что это шерсть, вот я ее и повезу Или это хрусталь Изначально в распоряжении виртуальных дальнобойщиков был скромный парк автомобилей Машин было сравнительно немного, наверное, штук 8-10 Начиная с ЗИЛ, Вольво, КАМАЗ Можно было апгрейдить машину, покупать разного типа двигателя Это было очень необычно и очень интересно Первые дальнобойщики вышли в 98-м году Это было совершенно дикое время для России В 98-м году было примерно полторы российских игры И одна из них как раз, это была дальнобойщики То есть было очень мало игр И это была первая игра, которая вышла в коробке То есть можно было ее распечатать, установить И она работала, что неожиданно совершенно И то есть там была какая-то пристойная графика И помимо всего, там была вот любимая всеми абсолютно концепция Вот вседозволенности То есть ты садишься, заводишь, едешь И это была фантастика Сильная свобода Можно было ездить на тягачах Ну в общем, как-то себе вжиться в роли вот этого человека с баранкой И все такое Это было совершенно для России Особенно совершенно неожиданный опыт игровой И поэтому все на него как-то обратили внимание Но вряд ли кто-то мог предположить в том далеком марте 1998 года Что этот первый опыт команды разработчиков из далека Новосибирска Станет началом триумфального шествия дальнобойщиков по всему миру Что спустя несколько лет продолжение игры Станет самым продаваемым российским проектом во всем мире И что вторая часть игры попадет в список 100 лучших игр начала 21 века На Западе она как-то продаваться не хотела Никто ей особо не интересовался Тогда еще доверия к русским разработчикам не было никакого А потом произошел вдруг взрыв Тема версии игры разместили на одном из мощных американских серверов И серверы, ни на минуту не прекращавшие до этого свою работу Ни во время мощных ураганов, ни из-за перебоев с электричеством Рухнули от огромного количества игроков, которые хотели скачать дальнобойщиков Ну и через месяц она уже продалась, по-моему, в Иллисофт Это в Америку эта игра А спустя еще какое-то время по просторам дальнобойщиков Колесили игроки 30 стран мира До того времени это был вообще фурор Правда, игровое пространство первых дальнобойщиков Назвать просторами можно лишь с большой натяжкой Общая протяженность трасс составляла всего 20 километров Были простые машины, простые трассы, короткие очень трассы Тем не менее, она привлекала вот этой вот новизной живостью Гонки живостью, поведение физичного Многим нравилось, что можно получать, перевозить деньги Какая-то экономическая там была стратегия маленькая Получать за это деньги Игра была вот совершенно необычной То есть до выхода дальнобойщиков ничего подобного не было Гонки на грузовиках с грузом Но настоящим шоком для игроков всего мира Стала вторая часть дальнобойщиков Летом 2001 года геймеры увидели то, чего никогда еще не видели в компьютерных играх Первый в мире непрерывный симулятор жизни дальнобойщиков Казалось бы, вроде бы один и тот же жанр Тоже грузовики, тоже гонки на грузовиках Но уже совершенно другой, совершенно новый геймплей Появился непрерывный игровой мир Не нужно было выбирать трассу Вот я еду из точки А в точку Б На этом игра закончилась, перезагружаешься Выбираешь новую трассу Тут игровой мир непрерывный Куда хочу, то и еду Я сам выбираю пункт Хочу, там, из южного еду в шахты Из шахты в горный Из горного в алмазный То есть идет непрерывный игровой процесс Просто остановиться было очень трудно Прервать, сделать паузу, там, лечь спать И игроки не спали сутки напролет Доставляя грузы из одного населенного пункта в другой Причем нужно было не только заботиться о сохранности груза Но и уложиться в определенное время Оставляя позади пронырливых конкурентов При этом необходимо было максимально соблюдать правила дорожного движения Ведь за этим пристально следили представители правопорядка Мир вторых дальнобойщиков это уже было порядка 100 километров Уже для нас это большое достижение Это был полностью связанный мир С множеством путей, но все они были связаны между собой Можно было из любой точки в любую этого мира добираться Ни разу не выходя из игры Увеличилась не только протяженность трасс Но и существенно расширился парк автомобилей Теперь на выбор игроку было предложено около 40 легковых и грузовых авто Появилось требование на реальные машины Поэтому мы уже постарались и управление приблизить И сами машины сделать уже настоящими Такими машинами, в которых люди реально ездят Там были фантастические машины тоже Но и было большое количество реальных машин В частности машины достаточно известных марок Европейских и американских Таких как МАК, Тербилд, Вольво, Скане, МАН Причем это было не просто внешнее сходство виртуальных грузовиков С реальными автомобилями Технические характеристики Особенности поведения автомобиля на дороге при разных погодных условиях Все это соответствовало реалиям На каждом этапе создания автомобиля проводились консультации с автопроизводителем Некоторые секреты нам предыдущие при этом рассказывали Без которых невозможно было Вот одна из таких историй Это история с BMW Которая у нас на скорости 100 км Она слетала с дороги Мы вообще считали, что это оправданная дорога, мокрая Машина имеет полное право потерять управление и улететь Немцы нас возили по мокрой трассе На BMW M5 со скоростью 200-220 км в час Доказывая, насколько эта машина держит дорогу Мир вторых дальнобойщиков давал огромную свободу действий Геймеры находили в нем такие возможности и трюки О которых разработчики даже не подозревали Нам самим было крайне интересно играть в эту игру Крайне интересно было то, что очень много неожиданностей Того, чего мы не ожидали Искусственный интеллект порождал там много приключений Которых, в общем-то, мы даже и не знали Например, мы вкладывали определенные законы Машина, которая апгрейдируется, она едет быстрее Или там лучше сохраняет груз Ну и мы считали, что это всегда направлено на игрока А игрок оказался умнее Так как у него были наемные водители Он брал и апгрейдировал машины для своих наемных водителей То есть игрок просто пересаживался на одну из машин своих водителей Ехал на ней в СТО, апгрейдировал или получал Покупал другую машину и возвращал ее на емнику И за счет этого игра становилась быстрее То есть он становился успешнее Впервые в истории российского игростроения Для записи саундтрека была приглашена культовая группа Ария В игру дальнобойщики вошли треки с разных альбомов группы Ария Начиная, по-моему, с первого и до последнего И даже вошло пару треков из будущего тогда еще альбома группы Ария Который впоследствии назывался «Химера» Мы сделали переработки наших же песен в инструментальный вид Вообще Ария в инструментальном виде прозвучала достаточно забавно и оригинально Неожиданно для нас самих Дальнобойщики стали не просто игрой, за которой стар и млад проводили недели и месяцы Игра фактически представляла собой тренажер И была первым шагом на пути к управлению настоящим автомобилем Кстати, многие из команды разработчиков до работы над этим проектом Не умели водить машину и не имели прав Накатались все до одери И постепенно у нас стали появляться права людей То есть люди стали учиться ездить на вот таком виртуальном автомобиле И преодолевать свой страх перед автомобильными реальными Ну, в частности, я вот учился ездить на машине на первых длиннобойщиках Вышедшие в 2001 году «Дальнобойщики-2» надолго прописались в списках самых продаваемых игр Как в России, так и за рубежом Это был вообще фурор Вторая часть является самым продаваемым российским проектом, по-моему, на данный момент То есть больше миллиона копий У нас ничто так в России не продавалось Это практически культовый сериал российский И такой, ну, то есть, это, конечно, такой российский феномен Что можно вот сесть, куда-то завести грузовик И уже куда-то поехать И смотреть за окно И прямо там проносятся елочки И все, романтика российская Это все очень характерно для нашего игрока Они прямо-то любят Поэтому это стало настолько популярным Пейзажи оказались по душе не только российским игрокам Вторые дальнобойщики вошли в двадцатку самых продаваемых игр в Европе А в американском рейтинге продаж проект долгое время занимал четырнадцатое место Тогда, в 2001 году, жители Северной Америки даже не подозревали Что уже несколько месяцев игроделы из далекой России Трудятся над третьей частью дальнобойщиков Действие которых будет происходить в их родной, солнечной Калифорнии Смотрите далее Как Арнольд Шварценеггер помог создателям третьей части дальнобойщиков Спасибо Арнольду Шварценеггеру за предоставленную такую статистику Как удалось добиться потрясающего сходства игрового мира с просторами Калифорнии Разработчики садились в просто грузовик, там, в машину Включали видеокамеру и записывали все, что происходит за окном И к чему это в итоге привело? Подходит товарищ и говорит О, вот здесь давайте налево, вот там вот за вот тем вот домом, там уже мой дом Не пропустите это и многое другое далее в программе Икона видеоигр Позади 102 километра дорог, тонны перевезенных товаров Российские бандиты и негнушающиеся взятками ГАИШ Впереди тысячи миль американских трасс, тонны товаров, дорожные копы, жесточайшие конкуренты И по-прежнему бесстрашные и выносливые дальнобойщики на своих огромных тягачах Половина того, что мы хотели, она все-таки в игру и не вошла И вот, естественно, стал вопрос, и один из нас в этом поддержал, что нужно делать третью часть И стал вопрос, ну, о территории Мы тогда решили, давайте сделаем Америку Было решено не просто создать местность, напоминающую Америку Задумка состояла в том, чтобы воссоздать дороги и города Калифорнии максимально подробно и достоверно Почему Америку? Ну, потому что Америка, она такая же, как Россия Во-первых, менталитет очень похож Во-вторых, каста вот этого дальнобойщиков присутствует и там, и здесь То есть это очень большой, ну, сегмент профессиональный Там очень много людей занято Просторы Что в Россию, там, по Сибири, там, едешь Дорога, 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 дорога Туда 500, назад 500 И в Америке таких мест тоже очень много Но выбрать страну – это полдела А вот как добиться фотографической точности местности? Где будут разворачиваться действия игры? Они, это разработчики Садились в просто грузовик, там, или в машину Включали видеокамеру и записывали все, что происходит за окном Отрепетировали здесь Как сейчас помню, в 30-ти градусный мороз Окна у машины запотевали Машина была легковая Но, тем не менее, вот мы проехали Отсняли пробный кусок в две камеры И потом получили синхронизированную картинку Две камеры снимают одновременно Мы не крайне видим сразу изображение для левой части И для правой части Изображение вперед, изображение назад Синхронное Ну и все, все есть Теперь можно ехать, снимать, делать игру После успешного эксперимента дома в Новосибирске Разработчики отправились в Америку В те места, где должны были происходить действия Третьей части дальнобойщиков В Калифорнию То есть, то, что мы отсняли Привело нас в состоянии шока От невозможности вот это все изобразить То есть, достаточно было просто съемок по Лос-Анджелесу С тем огромным количеством небоскребов Хайвеев, развязок автомобилей Там, деревьев, специальных объектов То есть, нас это все напугало Но глаза боятся, а руки и компьютер делают Первое, что мы сделали Мы построили, может, золотые ворота И построили небольшой кусок Лос-Анджелеса Увидели, что он как-то похож Не все у нас, не бесконечная производительность на него увалена И после этого решили А, нет, будем делать Прямо по тому плану, который мы имеем Правда, все же пришлось немного ужать Виртуальное пространство дальнобойщиков Иначе бы игра заняла несколько десятков дисков В результате у нас территория стала занимать Мерно около двух тысяч километров дорог Вот это порядка сорока городов Включая такие мощные известные города Как Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско, Сакраменто И города, которые не так известны в мире Но при этом углодят своей какой-то невообразимой красотой Невероятно, но российским разработчикам удалось добиться Такой поразительной схожести трасс, городов, улиц и домов Что американцы, увидевшие игру, без труда узнавали родные места Когда мы показываем, допустим, на выставке, на той же Е3 игру Подходит товарищ и говорит О, вот здесь давайте налево, вот там вот за тем вот домом, там уже мой дом Но туда его не пускает, он сильно расстраивается Но, тем не менее, место он сразу узнает Ювелирной точности добивались и при создании автомобилей В дальнобойщиках 3, получивших приставку «Покорение Америки» Более двух десятков тягачей, а с учетом разных раскрасок – более двухсот Практически все, что представлено на дорогах Америки, есть и в игре У каждой модели досконально прорабатывали схему поведения на дорогах и систему повреждений Вообще повреждения у нас не только кузова повреждения, а разных систем Системы у нас в машине порядка десяти, больше, может быть еще больше будет Система – это двигатель, коробка передача, сцепление, это система охлаждения, тормозная система, электросистема Любую из них можно при неудачном ударе или так износить, что она начнет барахлить И при достаточно большом ударе она выходит из строя через определенный промежуток времени В игре есть два варианта ремонта машины Можно приехать в сервис, провести диагностику, оплатить механикам полный ремонт и уехать Или же на основе проведенной диагностики самостоятельно оценить, какие из узлов и агрегатов требуют немедленного ремонта И сконцентрироваться только на них Дело в том, что механики станции техобслуживания зачастую предлагают не самые оптимальные по стоимости ремонт Поэтому игрок может определить сам, что нужно чинить в первую очередь, чтобы через несколько километров не стать посреди дороги А что можно и отложить до лучших времен Чтобы было интересно смотреть за системами автомобиля В отличие от первых двух частей, в третьей части дальнобойщиков есть четкий сюжет Сама идея сюжета состоит в том, что наш нормальный российский дальнобойщик решил попробовать свои силы в Америке Попадая в Калифорнию, обладает небольшим капиталом, офисом, в котором он секретарь, да Один поддержанный грузовичок, он должен вывести свою компанию в число лидирующих компаний на рынке перевозок в Калифорнию Ну, при этом, в отличие от всех предыдущих частей, большой упор сделан не только на автомобиле, как мы всегда это делали, но и на людей У него в конце концов появятся друзья, в конце концов появятся враги Враги персональные, не как общая масса, некоторая черная сила, а достаточно персональные враги Вот в зависимости от того, каков он будет сам, и будет складываться линия его игры Ну, а играя, каждый проложит эту линию для себя В начале игры виртуальному дальнобойщику дается грузовик и некоторая сумма наличных Плюс информация о небольшом количестве баз, где мы можем брать товар и доставлять его, куда будет указан По мере выполнения заданий увеличивается не только сумма в банке, но и повышается авторитет дальнобойщика Все это позволяет покупать новые машины, нанимать водителей, а позже открывать филиалы своего предприятия в разных частях штата И организовывать местную систему перевозок грузов Заметим, что эти грузы выбирались не по случайному принципу, а абсолютно достоверно Нам пришлось потратить огромное количество времени на изучение того, что каждая из графств, каждая из каунти Калифорнии производит Чем она обменится с другими каунтими и с другими штатами Нам пришлось изучать и использовать государственную статистику и статистику штата Калифорнии Для того, чтобы получить правильное распределение вот этих товарооборотов между городами Ну и спасибо Арнольдю Шварценеггеру за предоставленную такую статистику в открытом пользовании То есть мы ее, собственно, оттуда и собирали из отчетов штата Калифорнии по производству в течение ряда лет И если уж список грузов и их перемещение готовилось с такой тщательностью, то чего уж говорить о звуковом сопровождении, которому уделялось особое внимание еще во второй части Например, рев моторов тоже записывали в Америке, на одной из голливудских студий Мы взяли определенный список этих двигателей с помощью, на мой взгляд, чрезвычайно профессионального звукового инженера Это Алексей Меншиков Мы получили записи этих звуков для разных фаз работы двигателя Ну, вообще, это серьезное мероприятие, то есть записывается на голливудской студии Ну, вот можно представить себе, например, что наши требования Услышать звук двигателя, который работает на шестой передаче при подъеме в гору примерно с вот такой нагрузкой, с таким-то моментом Вот, собственно, мы вот такие звуки, в конце концов, получили для всех двигателей, которые мы хотели Рев двигателей не единственное звуковое сопровождение дальнобойщиков пути Атмосферу американской жизни помогает создавать мелодии, звучащие из магнитола в кабине грузовика Со сменой местности, по которой будет проезжать автомобиль, будет меняться и музыка Например, в долине Сан-Хоакин, это вот плодородная долина, где чуть ли не 70% по многим сельскохозяйственным культурам собрано Там звучит кантри Вот едешь и там, отовсюду кантри звучит Ну, где-нибудь в Лос-Анджелесе, там, естественно, рэп За прослушиванием музыки не стоит забывать о правилах дорожного движения Нарушителей безжалостно штрафует полиция Чтобы не допустить таких случаев, разработчики создали памятку с правилами дорожного движения в Америке Этой инструкцией, которая была выпущена специально для игры, успешно пользуются и в реальной жизни наши соотечественники Берущие на прокат автомобили во время путешествий по США Дальнобойщики, ну, третьи, ну, как и первые и вторые Собственно, их главное удовольствие даже не в том, что ты там куда-то там долго и нудно везешь 50 килограмм помидоров А в том, что ты садишься и едешь очень долго И реально ты видишь, что пейзаж там меняет Мы сделали все возможное в игре, чтобы избавиться от технической искусственности, которую часто можно увидеть в играх Например, когда человек играет в какую-либо игрушку, особенно в дешевую игрушку Он может видеть следующие вещи Почти половину кадра занимает дорога Он видит квадратик асфальта или бетона, который стелится прямо на горизонт Мы старались избежать всех таких вещей, ухищаясь всеми возможными способами Чтобы асфальт, если был асфальт, он был настоящий С трещинками, которые не видно, где повторяются С пятнами, с бензиновыми потеками, с тенями, с камешками Которые бликуют в правильном направлении, не бликуют в неправильном направлении Чтобы дорога была вкусная Чтобы ехать по этой дороге можно было так, что весь кадр занимает дорога И тебе не скучно смотреть на нее 10 минут И скучно в дальнобойщиках действительно не будет И 10 минут, и 10 дней, и 10 лет спустя В дальнобойщике можно играть, играть и играть Всегда, постоянно находя что-то для себя новое, необычное, интересное То есть то, с чем не сталкивался, скажем, день, месяц, два назад Постоянно что-то узнаешь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин